итак всем привет с вами carson gun и действительно я вернулся сколько раз и нерж повторял эту фразу но на данный момент все так оно и есть я начинаю снова ходить в русло ну как сказать лестплейщика и постараюсь уже наконец-то вникнуть ну то есть вернуться в ту самую колею который я находился хотелось бы сказать том что я не совсем виноват том что такие дела в общем на меня навалились просто огромное количество тел я просто не ожидал что сессия накроет меня таким ливнем потому прошу меня извини за то что я задерживал серии на этот раз я постараюсь вернуться дай бог чтобы вернулся и закончить наконец-то мику как как бы закончить не совсем полностью сказать а именно закончить ее ветку диджея ведь очень ну сравнительно недавно 7 дал кун доделал версию где уже сделан 7 дал рут мику так что мы к ней еще вернемся и наверное даже сразу же после того как мы пройдем все концовки именно этого рута мы сразу же пойдем на рут 7 дел потому что мне очень интересно узнать что же там такого произошло ведь и ту как бы концовка те концовки я даже не знаю совершенно если тут я хотя бы могу иметь представление какие-то либо раньше там совершить даже я не читал то есть настолько там неизвестно интересно же что там будет как же пройдет это все как это все будет происходить в общем узнаем так давайте наверное отставим мои разгогольствования кратко о том на чем остановились на становиться на том что семён обидел мику назвав ее фальшивкой подделкой и поняв что лагерь тут не совсем все спроста ведь тут появляется вокалоиды то есть те люди которые в его мире неодушевленные а тут она воплоти девушка и у нее и у семена нашего и главного героя возникает мысль что скорее всего он же мертв хотя фактически так она есть но по сути этот лагерь является вторым шансом на выйти на исправление но как он и воспользуется неизвестно вот и так ходит наш семён вместе шизой и размышляет о том что будет дальше и мы остановились на именно обеде ну что же давайте продолжим так или иначе то или иное это заставило мне прыти я успел заметить в конце мощеной плитыми дорожки ведущие от столовой к площади знакомые сине-зеленые хвосты ее глаза были на мокром месте но мгновенно высохли стоило и лишь и увидеть меня мику достой ты уже я ее догнал и поймал за руку мику ты чего хочешь я дыхание прыгало не столько от пробежки для организма такие нагрузки только в пользу от нервов и ощущения что если я сейчас слова подобрать не сумею то произойдет нечто не знаю даже неоправимое я хочу поговорить наверное о чем опять этот взгляд куда-то вдаль мимо по касательной а нас говори только мне в клуб надо зачем песни для костра почему-то в голове продвигнула фантоматическая картина как мику разводит костер с помощью нотной бумаги и ты подобрала песни нужна гитара давай тебе помогу не нужно сама справлюсь она упорно отворачивалась и я совсем не мог ее винить не отпускать тоже так не мог пожав плечами японка вернулась на курс северной части лагеря оставляя мне права выбора бежать за ней или остаться на месте разумеется я догнал ее и постарался идти вровень раньше как-то получалось и мы даже как-то гуляли вместе но не сейчас мику что слушай прости меня а извини дурака 0 ляпнул не подумав я не злюсь она продолжала разговаривать со мной все тем же неживым голосом да не могу я когда-то такая я обогнала и встала на пути что квартира мику располагалась в одной из самых высоких точек лагеря потому сюда свободно добивала садящаяся светила поэтому я смотрел на мику а видел черный силуэт без распознавательных знаков и жуткова становилась от мысли что возможно и внутри сейчас такая же нивелирована черная и виноват в этом мой длинный язык слышишь я хочу чтобы ты вернулась я здесь понесешь гитару да конечно тогда бери ту что у стены между ту площади она пропустила мне вперед а сама отошла к тумбочке скипа нотных альбомов построение предупредила на мой вопрос уже приходилось будет на костре дважды а расскажи что там будет я не оставлял попыток расшевелить девушку но нельзя же остались таком состоянии она и так три часа два километра по лесу потом костер а потом буду играть на гитаре выпить и все да хотелось из каких-то решительных действий может поймать его хапку не отпускать пока в себя не придет дерзни только потом не удивляйся что на тебе какой-нибудь хитрый и конфузный он физический прием чека пробует мне оставлять же я такой все нормально если она выжила несколько часов потерпит и еще парочку а что будет через пару часов мне тебя матом ругаться хочется ей богу ночь же костер лес романтика и что а что под таким соусом можно будет и извиниться и предложить и не брать в голову да мало ли нас наверно парами разобьют пойдешь со мной как получится прошептала она заперев клуб мику направилась на площадь но нас еще на подходе к память на подходе к памятнику окликнула вожатая семён мику уже собрались костру иду собираться бесцветно ответила девушка исчезаем простите я видел у тебя свитер возьми с собой на всякий случай будем возвращаться поздно возможно будет холодно но я с мику не беспокойся я прослежу чтобы ее никто не украл в твое отсутствие да нет я кругом шагом марш ольга дмитриевна отобрал инструмент развернула меня и подтолкнула нужную сторону только что напустим пиндере не дала пойдем уже возьмем этот несчастный свитер поспешим и соединиться с трепетной возлюбленной стеби стебись было бы честно признаться что я никогда не был фанатой всей этой туристической ерундистики все эти подвижные игры зорница беготня забеги по пластунски по уши в грязи я в них участвовал даже начиная получить некое удовольствие разогревшись но все поглощающие влюбленности такой образ жизни не было к несчастью пионеры не разделили моего философского взгляда на очередное стихийное бедствие и взбудоражно бегали готовясь к захватывающему приключению нога за ногу не поплелся на поиски свитера который в такую погоду был нужен как коровье седло впрочем если ничего не путаю можно кое-что внутри проверил тумбочку ольга дмитриевна скрузилась из режима карманов верхний ящик я лишний раз порадовался к тому что наша вожатая напрочь лишена любопытства надеюсь не заставит нас разбивать палатки или готовить на костре хотя чем это я у нас вечерний костер значит посидим споем и обратно в потьмах попремся в темноте можно сломать ногу сов какую-нибудь кротовину выколоть глаз веткой напороться на ночного хищника волнительное приключение не тратя лишнего времени я расфасовал машинерию по карманам добросил на плечи свитер перетянув его узлом под подбородком и на прощение взглянул зеркало спешив обратно на площадь если не ошибался и здесь собралось не больше половины населения судя потому что я запомнил этих двух линейках не профиломил наш отряд был в полном составе из исключение ольги дмитриевны непонятно где ходящий отряхнув под берег возле генды от пыли я уселся и вытянул ноги переходив взгляд нику приглашающий кивнул мог присаживайся в этот раз видимо ради разнообразия она не стала воротить носик а уселась рядом возгладе все еще было ее полно полно пустоты но нет нет а и проскакивали изумрудные кискарки и значительно все уж так безнадежно и она понемногу приходит в себя молись чтобы это было именно так потому что нам не хватает 1 а потому что нам хватает одного аутиста в наших тесных рядах ты это о ком интересно неужели олени а тебе дорогой лена не аутист она просто скромная очень а вот ты сегодня явно в ударе глупость за глупостью делаешь спасибо я старался впрочем кое-что вполне мог бы сделать не самого глупого я накрыл ладошку мику лежащий между нами своей ладонью улыбнулся в ответ на ее вопросительный взгляд она недовольно поморщилась но руку не убрала а скоро и вожатая появилась так и пропустил вроде бы да в случае сми гитару она выпрямилась во фрунт и глубоко вздохнула становись командирский рэк из тренированной глотки заставил заскнуться всех присутствующих находящихся поблизости вынудил присесть и между делом сбил пару листьев с ближайшего дерева ноль гадмитрина даете прекрасно все в сборе можем приступить к туристическому подход подходу походу да уж все-таки мой перерыв сказался на моей читались к деятельности по ходу придется снова наверстывать ну что ж поделаешь нику не ждет нужно же началось вожатая сложила руки за спиной за спиной и расставила ноги на ширине плеч резко став похожи на комендор сержанта хардмана фактически настолько что это же удивился что она не предварительно они не предварила свою речь какой-нибудь шуточкой дискриминации пионеры равняйся в наши шеренги все повернули голову в мою сторону смирно и так сегодня по плану статистический поход на костровую поляну а это значит что мы дойдем до костровой поляны отдохнем там и пойдем обратно никаких ночевок никаких возвращений до срока если вдруг вы не сходили по вашим делам рекомендую сделать это прямо сейчас шеренги остались с недвижимыми пионеры были битыми и чувствовать в разгар мероприятия как нежно пустеет желудок желающих не было пинок сидушек и прочей ерунды на этот раз не будет поляну убрали как следует за что отдельная благоданность девушкам первого отряда костер будет один пожарник запретил сжечь сразу несколько поэтому потрудитесь разобраться с местами сейчас же ответственность за костер назначается фиоксистого славяна кто бы сомневался пробурчал электроник теперь несколько слов о цели похода вы наверное думаете что нам заняться нечем и мы тащим вас непонятно куда чтобы попеть под гитару и запечь пару картошек так вот это не так ольга подняла голос и загулявшие было по толпе с мешки смыло как волной в первую очередь из закрепления навыков туриста во вторую это обучение работать команде к слову о командах на 1 2 рассчитайся 1 2 1 2 и дальше по рядам унесло синусоиды 1 2 1 2 наконец откуда-то из младших ответов донеслось расчет окончен старый действенный способ разобрать араву народа по парам вторые номера шаг вперед марш ровно половина населения в лагере шагнула вперед налево со мной в пару по построй попадал электроник но глядя на пертурберации внутри строя я решил оставаться рядом с мику и стал проталкиваться к ней со второго по седьмой отряды шагом марш и организованная орда направилась сторону вторых ворот выходящих на дорогу костровой поляне электроник довольны что и не настаивая на его компании отправился к жене славя как главная активистка судя по всему вообще одна пойдет а вот с мику скорее всего пойдет лена и судя по ее недружелюбным взгляду подходить меняться сейчас не самая разумная затея значит и славе придется семян голос вожатый вывел меня из раздумий я обернулся и он уже со мной со своей привычной трибун и подошла к нам всем видом показа что формальности на сегодня завершены да ты без пары не хочешь с мику очень хочу с мику пойдет лена так как ее по соседка по комнате без пара электроник но я его составе поставлю так что ты пойдешь сожжений сожжений она как раз свободная прекрасным сжений семён как раз очень любит же женю прям очень прям сердцем за нее горюет сейчас наверно после моих слов каждый жене фах могут повеситься после такого но опять же приношу свои искренние извинения не хотел шутить по поводу жени все ничего просто забудь эту шутку она очень не смешная вожатая в своем стиле подходит что спрашивает а делать все равно по-своему и зачем спрашивала только ее манера висит дела снова всколыхнула во мне застоявшиеся раздражение жужелица значит надеюсь меня не заставить держаться за ручки затем насекомым у нас же обоюдная я не понимаю это слово поэтому я не буду даже пытаться его прочитывать поэтому просто прочитать его с прошу прощения но даже у меня язык наверно заплетется такое говорить я срочно начал прикидывать варианты как бы плавно спихнуть ее например ленью жук носорог замер посередине тропинки осторожное поблескивая стекляшками глаз что там с миг уговорила женя можете опустить кое-что всеоблемяющий взгляд на мгновение сфокусировался на мне до меня снизошли не знаю сколько мне еще надо тренироваться чтобы так смотреть насквозь человека а стоит спросила жужелица с утречающейся серьезностью да наверное стоит она вздохнула но раз уверен спрашивай ее отношения откровенно сбивала с толка нет я ожидал что она будет как минимум не в восторге от моей компании но не прикрытой издевки честно сказать не ожидал женя слушает ты говорят с леной дружишь вспомнился вдруг вчерашний день охота на хищника и причины по которым мику осталась одна в домике и что с того может тогда давай поменяемся ты с леной пойдешь а я с мику я бы не прочь у нас вместе в жизни не поставят а мы сами встанем не получится и так лагерь шепчется о том что вы встречаетесь думаешь органе нужны лишние проблемы да мы просто работаем вместе забудь короче да уж короче некуда жени встала рядом и приняла вид перезвы преисполнены энтузиазма первый отряд налево шагом марш и мы зашагали но внову ничем отличалась по виду от выходящих первым малышей только по виду но и по развитию тоже топ 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 в мозгу сама собой закрутилась строевая хочу ребята рассказать от 2 хочу вам рассказать про трех дрипч про трех девчат девчат 2 девчата были все как их а мать от 2 а их а их а мать известно это я не знаю к сожалению этой песни просто я не очень древний загляния просто не старшего поколения поэтому не могу всего знать так стоп а что проехали объясни мне зачем мы парами идем тебе же сказали взаимовыручка поддержка товарищеское плечо то есть если сейчас упаду и сломаю ногу наша хрупкая библиотекарша взвалить меня спину по-армейски и будет тащить на себе до ближайшего перезвачного пункта скорее нас запряжут электроника и славю чтобы те посадили тебя на замок в 4 руки или пристрелить на месте чтобы не мучился последнее верилось охотнее всего же не шла по лесу с такой с той самой растерянностью что безоговорочно выдает у городском жители такового особенно их ту часть что неси и что не слишком-то жалует натуру покуда мы шли по широкой и торной тропе она чувствовала себя нормально поглядывая по сторонам и настороженно зыркая в мою сторону но стоило лишь вернуть на тропинку поуже и начались неприятности я и сам небольшой ходок по мукам но кое-что из детства закрепилась в памяти крепко вроде глухой одежды в лесу от крещей перехвата веток и отслеживание поверхности тропинки чтобы не вступить куда-нибудь не туда пару раз даже спасал уже лицо от нескольких крепких ударов ветками она даже спасибо не сказала зато электроника дарил меня таким взглядом да что с ними обоими потом надоело я просто стал сзади тем более что границы тропинки суть здесь настолько что пришлось перестроиться в колонну по одному несколько ощутимо хлестких ударов ветками и городской житель мгновенно подобрался и судя по напряженной спине прекрасно понял кто был причиной тому что эти удары прийтили только сейчас я же решил приберечь заботу для того кому действительно необходимо быстрее бы уже вожатый устало маяться дурью и повернул непосредственно к поляне но у тебя же еще недостаточно прокачала взаимовыручка тысячи должен еще полчаса спасать свою напарницу от веток точно зарабатывая много опыта скажи мне взаимовыручка что думаешь с мику делать а то что же а то что же а то же что и требуется сделать тогда когда обидел девушку попросить прощения а потом его заслуживать заслуживать может вперед станешь нет благодарности в ней не было ни на йоту и и президент по отношению к очкастой по малопам мало-помалу перерастал настоящее раздражение раздражение вызывает рефлексы а как же товарищество насмешливо спросила она я тебе первую половину пути товарищи лужи так это как-то пошло звучит глаза разуй и следи за дорогой пока опять к мордасам не прилетела жижлица фуркнула и еле успела увернуться отведенной славе ветки эй аккуратнее нельзя что прости не оборачиваясь спросила славя я говорю можно меня ветками не видеть так ты их придерживай они тут очень близко к дороге растут женя фыркнула на совету вняла в отличие от меня соседку по домику она за что-то крепко уважала славя когда-то у нас по графику начало мероприятия ныть когда придем я не стал знал как это сильно вымораживает любого более-менее опытного походника небо приготовиться через 15 минут жужлица что-то прошипело через плечо а я не расслышал но переспрашивать не стал сто процентов какая-нибудь похабщина да да через 15 минут 15 минут едва ли за это время сильно пострадает мои чувства взаимопомощи подумать мне надо совершенно определенно и так чтобы никто не мешал ой у меня стим выпился извините пожалуйста извините бывает такое так что я думаю но не с ней не особо вам помешало через прошу прощения и для этого в крайне желательно восстановить статус-кво нащупав кармане наушники я с грехом пополам загнездил амбушюры в шелуховом канале и нащупав переключатель включил первую же попавшуюся мелодию итак мику если подумать то полностью мой нрав полностью прав мой внутренний голос нет и не было смысле моей истерики но подумаешь оказался какой-то непонятной реальности где даже 50 процентов уверенности за то что она действительно существует нет разве это не имеет значения в итоговом-то зачете если чувствует вкус тепло запахи то не все равно ли виртуальность ли меня окружает или некий неизведанный мир на самом деле если мои все тело сейчас и находится при смерти и все что у меня есть сейчас это провисшее до невозможности мгновение перед уходом в вечную пустоту если чувствует мне осталось ограниченное лишь этим лагерем и его обитателями если смысл моего существования здесь и сейчас это даже то чего не успел там сделать то но чтобы не хватило либо времени либо решимости как это бывает в признак с призраками согласно преданиям некоторые души настолько сильно привязаны к земле не с выполненными обстоятельствами не с бывшими мечтами что не могут упокоиться окончательно до тех пор пока не завершат свои дела до какого девела я нос ворочу свой тут яркие ощущения будто родом из юношества это непонятная но очень теплая забота окружающих обо мне и друг о друге это щемляющая острая привязанность к девочке с аэтической внешностью бери пипей ее ешь ложками в чем твоя проблема но нет мы девочки испугались того что в нашем мире а то что этот мир нам чужой даже сомнений нет не возникает есть абсолютно похожая на нее компьютерная девочка но колует возможно прямо здесь и сейчас мне дарован шанс и не нужно спрашивать за какие заслуги на то чтобы доказать неизбывшуюся сказку на то чтобы сделать вздох до боли в ребрах и проснуться по-настоящему живым не убьющимся в кровь а в стекло аквариума на то чтобы хотя бы раз моей чертовой взрослой жизни дотрогаться а растрогаться до слез и влюбиться до беспамятства меня кольнуло с опоздалом раскаянием симон ты идиот ты понимаешь ты я даже не могу описать понимаешь ты обидел девушку да возможно в реальном мире она есть вокалоид но реальность лагеря она отделенная тут у каждого есть свои эмоции свои чувства и я надеюсь я вспомню еще не получится и у нас выйти на хорошую концовку но черт возьми я не помню потому если что это твоя вина на том что ты обидел нику за то что она возможно может умереть из-за то что ты возможно профукал свой единственный шанс быть с ней вместе если за того что ты один раз допустил ошибку ляпу в то что не нужно было идиот и ведь то что несчастной девочки сейчас очень горько и холодно одной как нельзя лучше следить за том насколько она мне доверяет о том среди всего почетного а всего прочего к ним применим один эпитет живая до последнего слова до последней секунды а не давала мне повода подумать и неплохо а что я сделал взамен сказал что ее не существует этим не столько больно сделал а предал я никогда не понимал доверие до самоотрещения просто интересно как бы отреагировал я кажись на ее месте мику заглядывает мне в глаза и говорит знаешь сенечка ведь тебя не существует во мире есть компьютерная игра которая играет довольно много народа очень очень скучно я но почему-то пользуется бешеной популярностью представьте молодого парня которого нет ни жизни нет семьи отношений интересов все что у него есть это компьютер он работает с утра а вечером приходится сидит за компьютером общаясь какими-то анонимами выходными он сидит там круглые сутки сутулый красноглазый заросший интересующий ничем кроме бесплодного обмена репликами собеседниками которые не факт что существуют и зовут главного героя семён кошмар какой я бы долго долго пытался куда-нибудь убежать а потом залить глаза алкоголем или как отвлечься да и вообще не факт чтобы поверил бы она поверила открылась тебе навстречу а чем он платил взамен ударом по основам существования первым шерстком на пути к безумию вокалоид программа выдумка провели четкую грань между собой и ей давай докажи же вслух что же быть человеком пиши себе доказательства прерогативы цены этому наконец докажи что ты человек и после того скажи почему она им не является заметь она даже не обижается на тебя потому что я в глазах ее пусто потому не знаю как быть дальше ее самосознание ее я считает тебя частью нее себя частью себя и ты ее толкнул как те самые неофиты философии только-только хлебнули эксцентрализма и задали тебе самый первый вопрос ведущий к бездну кто я и ты ответил на этот вопрос вместо нее с присущим тебе как так тонкнута бойца цитирую ты выдумка пшик палка пена на лике безнующего океана потому не удивляйся что на следующий день ключевой вопрос зачем я она ответить тебе совершенно самостоятельно незачем просто что ты предлагаешь оттолкнили утрат доверие дай ее понять что твои слова это пустая сотрясение воздуха скажи и что вы должны пересвечаться это не вариант либо дай неприжимое доказательство того что она существует как не знаю думай поспеши с выбором иначе в этой вселенной станет на одной недожитой жизнью больше да уж сложная задачка я не думал что всем делку он переписал столько диалог я помню что тут была мотивирующая речь но чтобы настолько что ж теперь мне сильно пробыло до костей и мне действительно нужно срочно выйти на эту концовку это просто очень необходимы для меня тем временем время подошло за 30 минут точнее за 9 минут тем более а значит время заканчивать нашу трогать наше трогательное приключение по миру всем не летом сэмбол карсон ган подписываемся ставим лайки заходим к нам группу и ожидаем новых серий всем удачи не болейте